Жильцы общежития при пожарной части Мирного могут оказаться на улице. Эту проблему они пытаются решить уже много лет. В 80-е годы им вручили ордера на квартиры в этом здании. Но уже в 90-е строению присвоили статус нежилого и документы у людей забрали. Многолетние суды и переписка с властями не дали результата. Сейчас квартиранты опасаются остаться без последнего жилья. В проблеме разбиралась Мария Урцева. Леонид Бортников – ветеран Министерства внутренних дел. Уже много лет ведет в буквальном смысле слова сражения за свои квадратные метры. Куда он только не обращался – к руководству, прокуратуру, администрации города и района. Затянувшаяся переписка и нежелание власти мущих помочь жильцам дома пошатнуло здоровье бывшего работника пожарной части. Поэтому от его имени к нам обратилась его супруга. У меня муж работал, ушел на пенсию с этой пожарной охраной. А стали жить при пожарной охране. Но квартиру нам так и не дали. Нам давали квартиры, у нас были ордера на жилье. А сейчас мы никто там, мы проживаем, на нас внимания никто не обращает. В сложной и непонятной ситуации оказались шесть семей. Все они пришли на встречу с представителями пожарной спасательной части города Мирного. У каждой из сторон своя правда. Руководство третьего отряда говорит о том, что такая практика проживания вблизи части применялась по всей России. И жить там могли только на время трудового периода. Их оппоненты, что стояли в очереди на получение квартир, и их убрали оттуда. А никакой альтернативы не предложили. И сейчас уходить им некуда. Сейчас на данный момент все жители так называемого общежития, они живут в здании пожарного депо. Мы неоднократно обращались и в муниципальное образование, и в город Мирный, Мирный район, чтобы признать данные помещения и отделить их от пожарной части. Не могут они это сделать, потому что на данный момент здание пожарного депо располагается в промзоне пятой категории, где люди не имеют права проживать. Ну, то есть, нежилое помещение. Нас здесь оставили, можно сказать, под землей. Про нас даже там не сказали. А сейчас мы идем туда и говорим, что мы проживаем здесь, в пожарной части, в которой запрещено жить. Нам теперь говорят, вы бы взяли да выселились. А куда? Почему про нас забыли? Руководство пожарной части идет на уступки жильцам. Они и сами оказались в непростой ситуации. Им уже не первый год сокращают финансирование, а строительство жилищного фонда не ведется. Решением проблемы могло бы стать определение людей в муниципальную очередь. Мы в администрацию ходили сейчас, вот я недавно ходила. Можно, говорю, как-то нам встать на очередь хотя бы. Развалится пожарка, мы останемся на улице. У меня здесь трое детей. Все прописаны, почему я должна выходить в никуда. Почему? Местная администрация никак не может помочь жильцам общежития. Статус нежилого помещения создает дополнительные проблемы. Люди не могут нормально оплачивать коммунальные услуги, электричество, дом отказываются обслуживать коммунальные службы. Ремонт здания проводился последний раз в 2004 году. Облупившаяся краска, старые радиаторные батареи, осыпающаяся штукатурка, ржавые трубы. Вот так выглядит строение изнутри. Недавно жильцы остались без горячей воды. Вам-то деньги выделяют. Не выделяют деньги. С 2004 года мы вот своими силами делаем сами у себя ремонт. У нас в каждом пожарном счастье запрет полностью на горячую воду. То есть оптимизация финансового счета. Здесь правовой статус до сих пор не установлен. Здесь мы сами оказываются заложники данной ситуации. Мы понимаем жильцов то же самое. Что они тоже оказываются в этом вакууме. Мы, наверное, соберемся отдельно и мы просто говорим, что же нам все-таки делать. Или остаемся здесь, переводим в разряд жилых помещений. То есть у вас будет возможность приватизировать и так далее. Пожарная часть готова к взаимодействию с жильцами. Принесет ли оно заложникам пожарной части долгожданные личные квадраты, пока неизвестно. В этой истории снова поставлено многоточие. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».